Всем большой привет! Сегодня я начинаю снимать видео, которое, наверное, будет снято в различные дни, поскольку мне так лучше. Это отчёт о прочитанном за каждый месяц, в данном случае за февраль, потому что я хочу... Прочла и сразу тут же высказала своё мнение, потому что что-то я могу забыть, тем более эмоции те живы после прочтения книги. Ну, в общем, начинаем. Первая книга, которую я прочитала в феврале 2017-го, это Борис Акунин «Азазель». Я читала три... нет, две его книги, то есть знакомство у меня было с Акуниным, и как-то даже начинала турецкий гамбит читать. Ну, на этом дело, в общем-то, закончилось. Не знаю, почему. Вот, и тут я решила вернуться, потому что это ретро-детектив, это всегда интересно. Тем более, как оказалось, сам Борис Акунин, это, кстати, его псевдоним, он является историком-японоведом, он очень хорошо исторически описывает все детали, все действия, все места, которые представлены в его произведениях, очень красиво, ярко, достоверно. С этим, конечно, у автора всё в порядке. Итак, действия разворачиваются в 1876 году. Прошу прощения, я могу немножечко перепутать. По-моему, да, в 76-м. И автор нас знакомит с Растом Петровичем Фондориным. Это молодой юный парень, 20 лет, который только пришёл работать коллежеским регистратором, ну, то есть, как секретарь с бумажками там, копошиться. И тут же происходит событие, которое вызывает недоумение, как так, юный человек в парке, молодой, студент, имея очень большое состояние, взял и покончил с собой, совершил самоубийство. И вот и Раст Петрович, благодаря своему начальнику, начал немножечко вовлекаться в это дело, строить свои теории, очень загорелся и начал, конечно, участвовать в этом процессе. Очень здорово сплетён сюжет. Оказалось, что это не какой-то отдельный человек, да, совершал эти преступления. И у самоубийства этого молодого человека тоже была своя причина. И чем дальше, тем более запутанно. И вот, казалось бы, знаете, читайте, что всё, я вот поняла, да, кто убийца, кто за этим, за всем стоит. А тут хоп и нет. И так далее. Очень интересный такой клубочек сплёл нам Варис Акунин. Но, знаете, я считаю, что это произведение, в принципе, для всех, большинству людей это понравится. Потому что, ну, даже те, кто не любят детективы, я считаю, всё равно полюбят. Тем более, это ретро-детектив. Мне кажется, это всегда интереснее, чем современные. Ну, по крайней мере, лично для меня. Вот. Язык у него очень интересный. Очень интересны у него там речевые обороты, фразеологизмы там, всякие эпитеты, метафоры и так далее. Всё это интересно продумано, интересно написано. Также присутствует, естественно, юмор. Но, вы знаете, вот это одна из книг, первая в цикле о Фондорине. То есть, дальше будут ещё идти несколько книг с нашим главным героем. Я, конечно, безусловно, буду продолжать читать, потому что это увлекательное чтение. Я прекрасно провела время, и, ну, ни капли не жалею, что я прочла эту книгу. Прочиталась она достаточно быстро. За несколько дней я её осилила. Несмотря на то, что я читаю с компьютера, а я так поняла, что впечатление о книге всё же портится, нежели чем ты читаешь на бумаге. Что мне понравилось, это то, что мне герой уже полюбился. И, значит, дальше с ним мне будет всё интереснее и интереснее шагать вместе. Полюбился он мне тем, что он достаточно наблюдательный молодой человек. У него хорошо работает интуиция, у него хорошо развита логика. Он умеет подмечать какие-то мелкие детали, которые многим не видны. Он умеет выстраивать впоследствии логические цепочки, которые перерастают в разгадывание загадок. Далее он очень-очень удачлив. Я насчитала в книге 4 случая, когда он мог бы умереть, когда смерть была рядом. И, понимаете, различные чудеса. Он действительно очень удачливый. Это невероятно, конечно. Это нереально, казалось бы. Но вот так вот. Я думаю, что Борис Акунин очень любит своего героя, потому что именно нам он показал эту любовь, и мы сами его полюбили. И что я еще могу сказать об этом молодом человеке? Он привлекательный, он обаятельный, он очень порядочный человек. То есть он старается не обманывать, старается всегда говорить правду. Ну, меня он очень-очень привлек. Он, может быть, максималист там в чем-то, но он юный, поэтому это все и оправдывается. И, в общем, оказалось, да, очень хитро сплетен сюжет. Вместо одного человека следует огромная группировка. Да, ну, я даже не знаю, как вам передать повествование, потому что, по сути, начало я вам рассказала, а дальше уже не имеет смысла, потому что уже вот начинается и начинается. Очень хорошо, динамично нам показан сюжет, развивается он быстро довольно-таки. Вообще нет времени скучать, ни одной странички я просто не скучала. Поэтому отлично, замечательно, превосходно. Я провела, скоротала свое время. Вечера зимние, ночи, можно даже сказать. Осталось хорошим впечатлением. И, конечно же, я буду читать дальше. Концовка меня немножко огорчила, но, как вы понимаете, если это цикл о Фондорине, значит, естественно, он будет жив. Вот, а так, конечно, без приукрас. Там еще задействована не только у нас Россия, там немножко действия и в другой стране будут проходить. Там постоянные перемещения, какие-то путешествия нашего героя. В общем, здорово. Для любителей там убийств каких-то, крови. Там это тоже, конечно, будет. Но ничего в описании этих сцен нет ужасного, чтобы закрыть книгу и сказать, мне мерзко, мне отвратительно такое читать. Нет, такого там не будет. Поэтому мне полюбился герой. И будем дальше весело с ним шагать по остальным книгам Бориса Акунина. Следующая книга, про которую я вам расскажу, это Кэтрин Стокетт. «Прислуга». Книга эта была переведена на 40 языков мира и 73 недели она лидировала в списке лучших бестселлеров. Итак, книга, повествование в книге происходит на юге Америки в штате Джексон, Миссисипи. Это 1960-е годы. Цветные, то есть чернокожие работают на белых людей, прислуга, естественно. И здесь в этом романе поднимается очень острая глобальная проблема. Это расовая дискриминация, этот расизм. Там даже в Америке существуют специальные кодексы, книги, где указан свод правил, что могут делать цветные, что не могут делать. То есть, например, цветные не могут ходить в тот же магазин, что и белые. Парикмахеры цветные не имеют права стричь белых. Цветные люди не могут пользоваться тем же туалетом, что пользуются и люди. То есть, как бы войны между ними нет, но четко показана грань, что цветные для них не более, чем прислуга. Но, вы знаете, меня всегда коробило одно. Это то, что несмотря на все вот эти вот указы, цветные являются воспитателями детей белых людей. И вот насколько, да, цветные, насколько белые брезгуют цветными, что, не дай бог, там цветные возьмут тарелку там в руки, да, своими голыми руками, это сразу можно на свалку выбросить. Но они доверяют им своих детей. Вот это меня все время поражало. Все-таки, наверное, это говорит о некой такой, наверное, лености, да, белых людей. Вот так вот поразительно в этой книге идет повествование от трех главных героинь. Причем главы чередуются. Например, глава от Мисс Скиттер, вторая глава от Эйбелин, третья от Мини и так далее. Сейчас я коротко расскажу про каждую из главных героинь. Первая это Мисс Скиттер, белая леди, которая отучилась в колледже, приезжает домой, всю жизнь ее воспитывала цветная, да, чернокожая Константайн, по-моему, ее зовут. И она обнаруживает, что ее нянечки, да, нету, куда она делась. Она журналистка, мечтает написать книгу, состоит в клубе вместе с белыми леди, потому что это светская жизнь. Но, несмотря на то, что она присутствует на всяких там собраниях, тусовках, общается с белыми леди, она все-таки несколько отличается от всех остальных, ну, начиная от внешности, заканчивая, наверное, каким-то умственными, да, идеями, мыслями. Она высокая, она какая-то несуразная, больше одевается как хиппи, вот, и, соответственно, тоже у нее мечты совершенно другие. Следующая героиня это Мини, чернокожая служанка, которая, да, служит уже, наверное, поменяла много-много хозяев, потому что все ее выгоняют, у нее очень острый, колкий язык. И чаще всего она не умеет его держать за зубами. Очень своеобразная женщина, конечно. У меня тут Николай в лес. Вот, но она умеет великолепно готовить, и она очень известна на весь штат своей стрипней. Готовит она великолепно. Ты будешь мне помогать? Хорошо. Так, будем, значит, вместе с Калюней. Вот он на себя смотрит. И третья героиня это Эйбелин, и, пожалуй, больше всех она мне здесь понравилась. Я просто ее полюбила всей душой. Это тот человек, который готов объять своей любовью всех. Это деликатная женщина, воспитанная. Она живет одна, она потеряла сына. Она любит всех чернокожих. Она помогает белой мисс Скиттер, потом расскажу в чем. Очень потрясающая женщина. И самое главное, она воспитывает девочку, которую Мэй Моби, которую она полюбила как свою. И всех деток белых, которых она когда-либо воспитывала, она безумно любила как своих детей. У Эйбелин умер сын благодаря именно белым. Это просто зверство. Вы знаете, там были случаи, когда, например, сейчас я немножко отойду, когда Цветной становился слепым мальчик только потому, что по ошибке сходил в туалет к белым людям. И вот эта вот жестокость, этот уже местами идиотизм просто до такой степени меня доканул. Мне хотелось просто кричать этим белым людям, что они глупые, невежественные, не имеющие ни страдания, ни души и все такое. Ну, в общем, завязка в чем? Вот эти вот, значит, две служанки и мисс Скиттер. Мисс Скиттера захотела написать книгу. И вот именно у нее возникла идея, что нужно написать о том, как чернокожим служатся у белых. Все подводные камни, все какие-то секреты, как им там бывает плохо, да. И она просит об этом Эйбелин, чтобы та ей помогла, просто рассказала о своей жизни, как оно есть. А та напишет книгу. Эйбелин сначала не соглашалась, но поскольку все-таки сидит вот эта вот огромнейшая обида внутри из-за смерти сына, потому что виновны в этом именно белые люди, она согласилась и постепенно подтягивает все больше новых рассказчиц, это мини и так далее и тому подобное. Чем закончится, выйдет ли книга, какие могут быть последствия, к чему это приведет, все это прочтете, потому что я, в общем-то, могу пересказать вам всю книгу, но захотите ли вы ее читать. Я вот что скажу. Если между вами, перед вами, будет стоять, будет желание прочитать эту книгу и будет выбор, прочитать ее в электронном виде или будет возможность купить, то я вам советую купить, конечно, книгу, потому что процентов 90, что она вам понравится. Несмотря на все ваши вкусовые предпочтения, все-таки это глобальная проблема. В книге настолько все правдиво, ярко описывается, я вместе с героями переживала, я вместе с ними даже плакала. И вы знаете, даже несмотря на то, что белые люди вот так вот относятся к цветным, практически все белые люди у меня отвращения не вызывали. Был один персонаж, это Хилли, которая являлась директором в клубе, которая всегда не любила цветных, очень высокомерная, злобная дамочка. Сначала у меня как-то, ну, какая-то, наверное, злоба к ней была. Ну, стараясь, конечно, так к людям не относиться, даже пускай если к вымышленным персонажам. А потом просто в один момент мне ее стало жалко. И что там вытворяла Минни у своей, вот у этой вот Хилли, когда у нее служила, это просто что-то с чем-то, вы будете смеяться моментами, это тоже вам обеспечено. Я с этой книгой жила, я не просто как-то, знаете, там приятно, да, провела время. Я проживала жизнью вот этих бедных цветных. И хочется сказать, да, что все мы, конечно, такие вот, и цветные, и не цветные, и косые, и так далее, но все мы люди. И во всех нас течет одинаковая кровь красного цвета, бордовая, я не знаю, как хотите, назовите. И я думаю, эта книга все-таки стала толчком по борьбе по гражданским правам цветных, потому что, точнее, не толчком, а книга-то написана не в 60-е, конечно, годы. Но все-таки, я считаю, каждый человек, который прочел эту книгу, должен понять, что несмотря на какие-то там сословия, на цвет кожи, на возраст и так далее, мы все должны относиться к людям одинаково, к любым людям, даже если это, я не знаю, умственно отстало и так далее. Мы должны жалеть, мы должны уважать, в первую очередь, людей. Если мы уважаем людей, то, конечно, мы уважаем сами себя. Поэтому не нужно опускаться до таких вот уровней, это очень низко и, конечно, недостойно человека. Поэтому книга меня очень затронула, я читала ее с компьютера, и просто вот уже последние страницы я растягивала на очень много дней, хотя эта книга могла прочитаться много раз до раньше. Все так интересно развивается, не было каких-то, вы знаете, сцен таких, которые вызывали бы отвращение. Ну, единственная была сцена про белого, голого человека, как-то мне это побыстрее хотелось пролистать, да, компьютерные листы. Это вот единственная. А так, было мне жаль и мать мисс Киттер, которая очень тяжело заболела, и ее мне было жаль. Они все рисковали, потому что, вы знаете, как тогда было? Если, не дай бог, белые люди узнают, что цветные, да, что-то сказали, то просто можно лишиться жизни, можно лишиться дома. Белые люди могут тебя застрелить, и, кстати говоря, там приводились случаи, поэтому все это действительно так и было. Поэтому вот эта вот правдоподобность, она в первую очередь подкупает. И, конечно, жалко, жалко. И плачешь на страницах. Но финал вы прочтете. Я думаю, вы останетесь хорошим впечатлением от этой книги. Цветных, конечно, безусловно, жалко. И, вы знаете, приходишь к выводу, что именно в этой книге цветные обладают большим сердцем, чем белые люди. Потому что какую нужно иметь глубокую душу, богатую душу, какое нужно иметь сердце, чтобы, воспитывая детей, тех людей, которые тебя ненавидят и ни во что не ставят, и любить этих детей. Это очень огромная сила человеческая в этом заключена. Поэтому книга 8 баллов из 10, я его оцениваю. Великолепная книга. И я бы ее, наверное, мечтала бы купить. Поэтому, возможно, я ее приобрету. И осталась последняя, третья, прочитанная мною книга. Две книги я совсем чуть-чуть не успела дочитать, поэтому они пойдут в следующий месяц. Итак, последняя заключительная книга это Фенни Флэг. Называется «Рождество и красный кардинал». Видела я ее в списке добрых сказок. Это именно книги на Новый год, на Рождество. И вот захотелось мне чего-то такого уютненького, домашнего. Книга небольшая, я так понимаю. Я ее тоже читала в электронном виде. Это, знаете, добрая такая наивная сказочка. Главный наш герой, Освальд, он болел, в общем, неизлечимой болезнью. И сказали, что нужно просто поменять климат, чтобы немножечко еще пожить, дожить. Где влажность другая. И поехал он в одно село, как это правильно назвать, Затерянный ручей, который называется. И это именно тот поселок, та стихия, которая, в принципе, будет завораживать абсолютно любого человека, любого читателя. Это такой великолепный пейзаж. Это, во-первых, река, огромная большая река. Это деревья кругом, леса. Это множество-множество птиц. То есть это самое, что ни на есть, великолепие природы, которые, к сожалению, мало кто из нас может лицезреть. Вот. И там кардинально все меняется, потому что жители этого небольшого селения, они очень добрые. Они всегда спешат на выручку. То есть у них как бы семья. И все меняется с появлением птички. Птичка, которая много чего изменила. Это вот красный кардинал. Ее, в общем, избили мальчишки. И владелец торговой лавки, Рой, он ее подбирает, жалеет и выхаживает. Птичка остается жива, но, к сожалению, она не умеет летать. И тут еще один человечек появляется. Это маленькая девочка, хромая, которая немножко диковатая. Она очень влюбляется сильно в птичку. Все влюбляются в эту девочку, все жители. Души в ней не чают. Потом в итоге эту девочку дочеряет одна дама, Фрэнсис ее зовут. И, в общем, на самом деле, я думала, книжка будет о нашем главном герое, да, Освальде. Но на самом деле там все главные герои, потому что получается так, что это сказка, в которой вовлечены много-много персонажей. Мамаша Бетти, у которой живет Освальд, со своими причудами, у которой там каждый день галлюцинации. Это все очень забавно. Нет ни одного момента, который вызывал бы какие-то негативные чувства или была бы грязь. На самом деле, я считаю, что это произведение можно читать даже с детьми. Но, конечно, определенной возрастной категории, я думаю, лет с 8, может быть, с 10, можно вместе с ребенком сесть и зимними вечерами читать это великолепное произведение. Заканчивается оно просто потрясающе. Конечно, там будет один переломный момент, не все так красиво, да, и сказочно, как я описываю, будет один момент, но все равно это плохое закончится великолепной доброй сказкой. Поэтому я очень рада, что я познакомилась с этим произведением и с Фенни Флэк. Я буду знакомиться дальше. Хочу ее еще одно произведение прочитать. Это «Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок». Ну, наверное, пожалуй, эту книгу я себе уже закажу. Прочитала я, наверное, буквально за, как-то так получилось, за три вечера, хотя читаю я на самом деле мало, не получается. Ну, в общем, как-то так. Поэтому замечательная книга, «Скоротать время», вот это, знаете, такая вот уютная книга, домашняя книга. Сесть вот именно, читать ее дома, там, не знаю, зарыться в одеяло, или просто, если у кого-то есть камин, вообще будет замечательно. Или если за окном какая-то непогода, а вы сидите, вам хорошо, рядом с вами горячий чай, ароматный, и вот эта вот книга. Поэтому отлично. Ну вот и все, заканчиваю я. Остальные две недочитанные книги, к сожалению, не успела, перенесутся уже на март месяц. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok